Начинаем очередное занятие Красного Университета. У нас сегодня очень интересная и важная тема – развитие Советов и отмирание социалистической демократии. Начнем с отмирания социалистической демократии, а еще короче с отмирания демократии. Что такое демократия? Демократия, если взять буквальный перевод, – власть народа. Но если мы возьмем первую демократию, скажем, афинско-греческую демократию, народом там считался только тот, у кого есть рабы в собственности, и некоторое количество свободных граждан. Хоть у них и не было рабов, но они не были и сами рабами. И все. И вот, наверное, вы замечаете, что у нас сейчас, когда демократия далека от народа, в это время у нас форумы проводятся. Я был в этом месте, где находится форум. Это в Греции, в столице, в Афинах вырублены прямо в скале сиденья, а внизу вот такой полукруг, чуть побольше этого права. То есть там выступающие говорят, а те, кто сидят на этом форуме, те принимают решение. А гора, по-моему, Михаил Васильевич. А? А гора, по-моему, нет. Нет. Нет? Нет, это форум называется. Форум. Вот поэтому, значит, у нас некоторые товарищи, им их даже не устраивает демократия, им и парламент даже не устраивает. Им нужен именно форум, где сидят рабовладельцы. Вот. Значит, и что тогда такое демократия? Вообще в рабовладельческое время это диктатура рабовладельцев. После того, как рабовладение сменилось садагизмом, крепостничеством, значит, тут народа вообще не стало, потому что были бары. Хозяева земли и хозяева крестьян. И были принадлежащие этим самым помещикам крепостные. Никто этих крепостных не называл народом, а это холопы. Вот. Ну, а раз это холопы, то места демократии при феодализме вообще нету. Потому что есть царская власть, есть самодержавие. Вот. А какой демократии может? Никакой. Ну, какие-то собрания дворянские были, но они несравнимы с форумами, которые были. Они что-то там решали, какие-то местные вопросы. И то они никакой такой силы не имели, потому что каждый помещик – собственник. И он у себя на собственной земле действует так, как ему за благорассудицей, имея в виду и использование крестьян, которые ему принадлежат. Помните, как Некрасов писал? Вчерашний день, часов в шестом, зашел я на сыную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. То есть, так сказать, чтобы руки не марать, это вот такую услугу заказал барин, ее воспитали и вернули обратно по месту, с которого она уехала. Вот, собственно, и все. И ни о какой демократии в феодальную эпоху, ни в какой стране и речи нет. Ну, вот какие-то органы появлялись отдельные на территории, нынешней территории России, но они большой такой, сильной роли не играли. Наконец, гуржуазное общество. Вроде бы тут как раз для демократии самое, что ни на есть удобное и место, и время. Потому что все признаются свободными и равными. Нет-то таких людей, которые принадлежат другим людям. Вот, каждый свободен. Если вы свободны от всего, у вас нет ничего, ни земли, ни средств производства других, ни денег, ни предметов питания, вы совершенно свободны и можете поступить на работу к любому капиталисту. Капиталист тоже совершенно свободен, может взять вас, может не взять. А если взял, и вы ему не понравились, он может взять вас и уволить. Короче говоря, если мы возьмем, так сказать, картину капиталистической жизни, то она тоже не похожа на такой вот позитивный ореол демократии. Но демократия была. А в чем составила демократия? А потому что уже у нового класса, у разного, появились органы, и эти органы назывались парламентами. От какого слова? От слова парле. А парле это что такое? Это говорить. То есть вот говорильня такая была. Они ничего такого принципиального и не решали. Но и в итоге, тем не менее, вот можно было говорить о парламентской демократии. Но эта демократия кого касалась? Касалась тех, кто имеет достаточное средство и кто представляет собой богатую часть населения. Вот эти самые демократы, они выбирают себе подобных, из себя же и выбирают. И эти люди, которые думают, что в буржуазной стране можно, так сказать, получить власть трудящимся, хотя они лично свободны, рабочим, крестьянам, они вынуждены признать, что вся история буржуазного строя скорее допустит рабовладение, как было в Америке. В Америке, когда в России, в отсталой России уже появился тут, уже освобождали крестьян, а в Америке еще были рабы и рабовладельцы. Ну, вот, эта страна и учит нас демократия, под демократией появляется то, что капиталисты между собой решают все вопросы демократические, то есть право на голосование имеется у всех, все имеют право на голосование, а все инструменты, которые определяют результат голосования в руках у тех, у кого деньги. У кого деньги, у того в руках газеты. Есть у вас газета, значит, у вас есть распространение своих позиций, своих взглядов среди граждан. Нет у вас газет, все, то есть вот люди, владеющие газетами, владеющие бумагой, владеющие деньгами, они тем самым обеспечивают приход к кормилу власти, приход в парламент тех людей, которые представляют интересы громадного, то есть представляют интересы узкого меньшинства, а не громадного большинства. Вот с этим связано то, что в свое время и Ленин призывал к бойкоту Булогинской думы. Позднее он сказал, что вообще это не надо было делать, потому что мы надеялись на подъем революции, и поэтому стали делать бойкот, чтобы не отвлекались люди от революции на парламентаризм. Но революции тогда не получилось, поэтому он говорит, что все равно надо заниматься выборами в парламент, и партия должна иметь а, и подпольные группы, и в то же время иметь своих представителей в парламенте, хотя бы несколько человек, для того, чтобы можно было легально отставить, провозглашать те самые взгляды, и обеспечивать тем самым работу партийных организаций, в том числе и тех организаций, которые действуют подпольно. Поэтому были в Думе потом и большевики, и меньшевики, меньшевиков было много, большевиков было там пять человек, которые демонстрировали позицию большевистской партии, и тем самым играли очень важную роль, потому что царской России невозможно было довести, в том числе даже и с помощью газет, хотя газеты выпускались, но выпускалась газета «Искра» за границей, потом она нелегально доставлялась, потом здесь распространялась, те, кто распространял, или те, кто ее тут пытался издавать, привлекали к уголовной ответственности, ссылки были и так далее. Поэтому где-то буржуатная демократия, как это собственно говоря и должно было быть, оказалась диктатурой буржуазии, потому что если речь идет о формальном равенстве, то выигрывает тот, у кого в руках все основные средства воздействия на избирателя, на гражданина, а все основные средства у кого были? У помещиков и буржуазии, вот поэтому там и помещики были в этой думе, и буржуазия была в думе, и путаники всякие разные, в том числе такие группы трудовиков, которые были связаны не с большевиками, а с меньшевиками и с СССРами, вот, а большевики имели пятерку, пять человек, и эти пять человек, когда началась мировая война, то в эту мировую войну в России большевики открыто в Думе выступили против войны, против того, чтобы принимать законы по финансированию военных действий, их отправили всех пятерых в ссылку. Меньшевики, которые считали, что тут надо действовать, не выступать против войны, а сохранить свое пребывание в Думе, они его и сохранили, они его сохранили, но большевики потом оттуда приехали, после того, как они там побывали в ссылке, тем более и Ленин был в ссылке, и Сталин был в ссылке, поэтому с ссылками не удивишь большевиков. И Свердлов был тоже в ссылке, так что все ссыльные, так сказать, ссыльные потом заполонили Кремль и там и руководили, потому что это были люди проверенные, а как можно проверить, если их не сломила ни тюрьма, ни ссылка. Вот, поэтому какой вывод можно сделать, какой Ленин теоретический вывод делал, что в силу того, что все богатства, все инструменты влияния на избирателя находятся в руках Бургазии, во всех случаях большинство будет обеспечено за теми, у кого в руках богатство. В данном случае применительно к России за помещиками и капиталистами и их приклепателями. То есть если там есть люди, которые готовы верой и правдой защищать интересы капиталистов, им, так сказать, будет оно место в парламенте. Ну, потом, скажем, уже помещиков стало поменьше, капиталистов стало побольше. Ну, и вот, собственно, такая дума, такая дума и была, когда царизм уже пал, и царь отказался во время войны. Причем, во время войны, как вы понимаете, какая может быть демократия? Во время войны все решается теми, кто имеет власть. Собственно, никакой там демократии не было. И в то же время снизу стали появляться другие органы, которые не назывались демократическими, а которые стали называться советами. А советы, если мы с вами вспомним, а мы можем вспомнить, они, хоть у нас были предметом рассмотрения не раз, советы появились еще в 1905 году в городе Иваново. Причем появились они не по изобретению каких-то там, скажем, представителей политических партий, даже идеологов, даже теоретиков. Они появились, так сказать, как изобретение трудящихся. Как они появились? Значит, целый ряд крупных предприятий Иваново забастовали. Соответственно, когда бастует предприятие, создается забастовочный комитет. Вот эти забастовочные комитеты, они вырабатывали и согласовывали с забастовщиками, с другими, за что будут бороться, за что будут выступать. Но тут быстро поняли товарищи рабочие, что если они будут на каждой отдельной фабрике этот вопрос решать, то вот сегодня эти фабрики, другие фабрики помогут капиталистам их фабрики, завтра капиталисты вот этой фабрики помогут капиталистам другой фабрики и так далее, и они по одиночке будут разбиты. Тогда они решили, что нужно соединить усилия всех забастовочных комитетов. Но это сейчас хорошо, есть средства связи, никаких тогда телефонов не было, ни телевизоров, ни радиоприемников, и соответственно как вот это сделать. И мы знаем, что товарищи рабочие открыли такую спос такую форму, они поскольку у них везде была забастовка, они во время забастовки собрали представителей своих предприятий в ближайшем лесу, вернее перед лесом там на поляне, на пустыре, чтобы и кругами. Вот есть круг одного предприятия, есть круг другого предприятия, есть круг третьего предприятия, и они спорили каждый в своем круге, а потом посылали друг друг гонцов. Вот скажем, мы вот с вами здесь сейчас повыступали, пообсудили, что-то решили, предложили, и направляем вот товарища, чтобы он пошел, и вот туда тот конец, на другой этаж и другое место, чтобы там он в нашу позицию изложил, и в то же время послушал, что они говорят, и доложил нам. И так, сказать, такой вот обмен существовал, и несмотря на то, что таких средств массовой информации там, ни телефонов. Телефоны были, но малого количества, богатые. Ну, у рабочих-то не было телефонов. Ну, были. Понятно, так и должно быть, телефон должен был, если он, телефон, помогать сначала богато. Это ясно. Короче говоря, они поняли, что им нужно выработать единые требования, иначе будет получаться так, что вот на одном предприятии будут, так сказать, стоять люди, а тогда все капиталисты другие, соседние, будут помогать их капиталистам. А надо сделать так, чтобы они стояли блок против блока. Вот все рабочие со своими требованиями и все капиталисты. И вот они создали такой общий комитет или общий совет. То есть от каждого, от этих членов, от забастовочных комитетов, можно сказать, направили представителей в единый орган. Этот единый орган собирался потом, и не надо уже было ходить дальше, вот его избрали. Этот единый орган стал диктовать свою позицию администрациям предприятий. Те хотели, дескать, мы будем говорить каждой своим, а добастовщики сказали, мы будем бастовать тогда. Только все со всеми. И все. и в итоге вот этой стачки, когда все со всеми, то прямо сталкивались представители администрации, представители капиталистов, представители рабочих. Ну и поскольку оружие бастовки было очень в твердых руках, они поставили вопрос так, не приступаем к работе нигде, никто не будет приступать в Иваново, к работе, ни на каких предприятиях, пока вы наши требования не раздворите. И в итоге пришлось ивановским капиталистам пойти навстречу и согласиться, потому что выхода у них никакой не было. И вроде бы и нарушений никаких там не было с точки зрения нарушения каких-то законов. Но собираться могут забастовка. Это в общем конечно не приветствовало правительство, но вообще это дело вы разбираетесь со своими капиталистами, а мы тут при чем государство. Государство тоже так пока особенно сильно туда не вылезало, потому что вроде бы не за что было и зацепиться. Никаких нарушений закона там не было. А то, что рабочие если я продаю свою рабочую силу, могу я коллективно продавать? Могу. Кто может запретить? Вот мы все вместе решили, что ниже чем за 5 рублей мы не работаем. А те говорят 4. За 4 сами работайте. Сами работайте. А капиталисты оказались так сказать они же ничего не создают. А локаут при этом? А локаут они не могли делать. Потому что это не решило бы проблему. И потом локаут это известное уже всем дело. А вот такой орган который создали неслыханно не виданно. А раз неслыханно не виданно перепугались капиталисты. И он вот этот орган и стал называться советом. Что нам из этого нужно извлечь? Что советы это не органы которые называются советы. Потому что у нас таких органов с названием советы и раньше было много и позже было много хотя вот были там у дворян были земства потом слово совет военный совет говорится тоже совет. Теперь вот у нас сейчас есть у нас госсовет есть? Есть. Давно его не собирали представители всех регионов соберут много большая толпа и вот это собрание там выступит президент еще кто-нибудь и какие-то вопросы обсудят. Никакого так чтобы госсовет что-то решал этого нет но он есть совет. Теперь вы наверное заметили как называют сидящие в нашем парламенте вот эту верхнюю палату. Совет Редерации. А? Совет Редерации. А они себя как называют? Сенаторами. Сенаторами. Нет. Они сенаторами себя называют. Они даже Госдума им даже это слабо. Сенаторы они. Почему сенаторы? Потому что сенаторы это в Америке же сенат. И Палата представителей. А вот тут они тоже как бы сенат. А это на самом деле государственный совет. Его название государственный совет. Совет Федерации если говорить абсолютно точно. Совет Федерации. Ну Совет Федерации это совет. Так. Ну так у нас страна советов? Это же высшее собрание. Чего собрание? Федеральное собрание. высшая палата там совет. Совет. Ну вот. Четыре старейшего. Так. А совет безопасности есть? Ну и кто сильнее? Совет безопасности или вот или вот помянутый вами орган. Как вы понимаете совет безопасности в руках необыкновенная власть считает. То есть за словом совет не будем гоняться. Здесь речь идет о тех вот когда мы говорим о советах и советской власти мы имеем ввиду вот те органы которые открыты были рабочими и которые состоят из представителей заводских коллективов производственных предприятий. Для этого у нас есть очень надежный документ. это партийная программа партия РКПВ которая была принята восьмым съездом которую готовил Ленин в проведении которой участвовал Сталин и в соответствии с которой все у нас собственно и делать и ни одной срочки в этой программе никто пока не наступил двадцать второй съезд никто не изменил никто и там написано основной избирательной единицей основной ячейкой государства является не территориальный округ а завод а производственная единица в скобках завод фабрика еще раз повторю основной избирательной единицей основной то есть могут какие-то еще быть там нюансы допустим но речь идет об основном так что всяко бывает вот основной избирательной единицей основной ячейкой государства является не территориальный округ а производственная единица завод фабрика и это в программе есть и никто против этого не выступал так а служащие интеллигенции были приписаны к этим самым производственным округам что что служащие интеллигенции по округам не бывает производственных округов бывает только предприятия вот не надо бросать слово округа оно по своему содержанию территориальное слово территорию можно назвать округом а как можно завод назвать округ так служащие интеллигенции вы слушаете я вам процитировал два раза вы не слушаете Основной избирательной единицей является не территориальный округ, а завод, фабрика. Вы слово основной слышали? Основной слышали, нет? Основной избирательной единицей. То есть, кого там приписали, они приписаны, они туда не особенно и ходили. И не особенно их туда и звали. Более того, вот если вы возьмете, вот есть у нас книга с профессором Казеновым, которая называется «Советы как форма государственной власти». Вот «Советы как форма власти» была первая книга, там мы не приводили само это положение 1927 года. А вот если вы возьмете «Советы как форма государственной власти», там, это так мне попало, я в Думе получил в связи с летием Думы диск, в котором были документы эти записаны. И вот этот документ о том, какова инструкция 1927 года по организации выборов в Совет. А инструкция такая, значит, достаточно для того, чтобы выборы были законными на предприятии, достаточно, чтобы там в них участвовало 27-28% избирателей. У нас потом горделись, что нас вот 100% голосует. А как вы думаете, вот на завод, и три смены работает завод. Так, если, значит, голосуют люди из вечерней смены, и придет еще несколько человек из других, и все, значит, у вас выборы состоялись. И состоялись, и вы избрали депутат. А что такое депутат? Депутат не тот человек, который от себя выступает, а тот, который выступает от чего? От этого вот, от этой производственной единицы, от коллектива этой производственной единицы. В этом коллективе, конечно, были не только рабочие, заводские коллективы, там и инженеры были, и генеральный директор. Более того, если речь идет, я вот уже говорил о слове в основном, о том, чтобы, значит, каких-то избирателей к этому подсоединить, это вполне возможно было сделать, что они голосуют вот с этим заводом и на этом заводе. Как вы понимаете, всегда таких единиц требуют, которые требуют, что я хочу голосовать, их шумных таких немного, но такую возможность можно было обеспечить. Что вы будете голосовать? Вот я, например, живу рядом со Светланой. Как говорится, вот стадион Светланы разделяете, зашел, и я, пожалуйста, мог бы голосовать на Светлане. Тогда. Сейчас-то уже этого нет, но сейчас голосование другое, все территориальное. И вот это вот территориальное голосование, когда там, скажем, 99 или 98 процентов, ничего не означает по той простой причине, что нарушено самое важное право избирательное, которое есть, право отзыва. Если избиратели не в состоянии, не потому что они не хотят, а по организации самих выборов не в состоянии отозвать, то этому мандату, как говорится, этому мандату не судьба решать какие-то вопросы. Они решаются в другом месте, чисто в партийных органах. А это все, так сказать, внешняя такая картина оформления. Я, вдобавок, это хорошо знаю, что я в 90-м, в 91-м году был кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому территориальному округу национальному. И тогда было 33 кандидата. А вот мы были выделены, вот нас было трое, двое рабочих были, и я один. И мы ввели свою кампанию от имени Совета рабочих и так далее. Еще, так сказать, один момент. Два наших товарища, а именно это товарищ Тимофеев и товарищ Овчинников. Овчинников, оба наши члены партии сейчас. Они прошли уже при голосовании вот таком, при Собчаке, в Собчаковский совет. И в этом Собчаковском совете занимали места и отставили позиции рабочего класса. И когда была тут у нас, так сказать, ситуация с контрреволюцией уже с прямой и захватом всего, что было, в Доме политпросвещения этих два кабинета, один у депутата Тимофеева, другой у депутата Овчинникова, Овчинникова, они бы оказались тем самым в нашем распоряжении. Они туда никого не пустили, включая и милиционеров. И еще там у нас база была «Народная правда» на втором этаже, и мы там, так сказать, хранили свои газеты. У нас их было много, тираж тогда был «Народная правда» – 200 тысяч. Так что мы это, так сказать, проходили и немножко попробовали, что это значит. Вот. Так надо для того, чтобы понять, в чем смысл вот этого голосования, досмотреть до конца. Вопрос не в том, кого избрали. Вопрос в том, а избиратели контролируют этого депутата или они уже теряют контроль. Вот вы меня избрали, я вроде гладко вроде говорю, вот, а потом я начал решать свои собственные дела. Как у нас вот сейчас только что арестовали замминистра обороны. И вот эту взятку миллионную получил. Так вот, как была обеспечена вот эта избирательная, вот в избирательной системе, которая сложилась при выборах в соответствии с программой партии. В соответствии с программой, когда инструкция соответствовала программе. Она, я об этом хочу сказать, что позднее товарищи забыли, как вообще, в чем смысл советов. Сейчас смысл советов не в том, кого изберут, а в том, чтобы тот, кого изберут, был бы подконтрольным тем, кто избирает. Тогда будет власть не этих самых советов, а власть трудящихся, власть рабочего класса. Так вот, такая картина складывается. При этом, значит, советы, выборы всех органов при организации советской власти в Советской России были двухступенчатыми. На первой ступени выбираются депутаты городов или областей. А на втором, вот по этому признаку, по признаку выборов через производственные коллективы. А дальше вот эти городские областные советы направляют своих представителей куда? На съезд советов. На съезд. Не путать с Верховным Советом. Никаких других советов, никаких Верховных Советов не было и быть не должно. Потому что советы должны быть только такие, которые избирают на заводах и фабриках, в производственных коллективах. Вот их избрали, но если у вас там 15 или 30 депутатов, а вы на съезд советов пошлете в Москву из этих депутатов, из 30 или из 15, одного или двух. То есть, поэтому те депутаты вот этих самых предприятий и депутаты городских советов, которые попали на съезд советов, они не образуют какой-то еще совет, как потом назывался он Верховный. Никакого Верховного Совета не было. Есть советы. Они не Верховные должны быть, они должны быть основные. В чем разница? Разница в том, что основа самая главная, а не то, кто там наверху. И вот стал я членом, представьте себе, стал я членом этого самого съезда, делегатом съезда. А это значит, что вот избирали вот вас, вас и Диану, а послали и меня тоже. А послали одного меня. Ну, они, значит, естественно, там мне наказы всякие говорят. Я говорю, да, да, ну я все сделаю, ну так вот, ну вы же тут на месте. А мне виднее же, когда в Москве, правда? У Кремля же виднее, чем вот здесь где-то в Ленинграде, особенно на заводе. Ну что на заводе, это не могут понимать. Короче говоря, прошло месяц-два, ни ответа от меня, ни привета. Вот, я важный. А почему нет? Ну, вы должны понимать, потому что я очень занят. Я теперь там заседаю. А если меня еще избрали вот на этом съезде Советов во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, в ЦИК. Вообще я стал, так сказать, закрепил свои позиции, у меня хорошая зарплата. Тем более, что постепенно, так сказать, идея Ленина о том, чтобы партмаксимум был, она как-то так, вроде ее никто не отвергал. Но она так исчезла потихонечку, исчезла. Потому что если я был член партии и выше вас по должности, да, вы получаете 1200, а я получаю 500. А остальное, а я так получал, по полторы тысячи мне платят. Я вот сверх 500 должен отнести в партийную кассу, а вы беспартийные, вам свобода. И всякие проходимцы, и карьеристы не особенно рвались в партию. Часто нам понятно, что если бы не было таких жестких мер, драконовских мер, то такое разложение, которое у нас было, ну весь съезд проголосовал против диктатуры пролетариата 20-й, 22-й. Ну что еще можно сказать? И не то, чтобы там была какая-то борьба. Выступали, доказывали. Нет. Тем более, что и позже граждане, которые у нас все уничтожали, поняли, что какое-то одно выступление, на каком угодно съезде, а ничего не означает. Вот я, например, выступал на съезде Компартии РССР в Кремле. Сейчас вот вы наберете выступление М.В. Попова на съезде Компартии РССР. Вот прямо в Кремле сидел, вот так вот, как вы сидите, сидел Горбачев. И я там в своем выступлении сказал, что это перестройка, это контрреволюция. Народ бурно захлопал. Кто народ? Вот те, кто были. А там зал огромный же в Кремле. И что? А ничего. Это был, так сказать, как бы концерт выступления. Никто меня после этого, никто мне слова не сказал, никто меня не поругал. Никак, так сказать, на моих действиях или на моем, так сказать, преподавании не отразилось. Я профессором был университета, я приехал обратно сюда, в университете, здесь сидел. Все, никаких разговоров. А эти граждане делали то, что им надо. Потому что это выступление сами по себе, они еще ничего не значат. А если я стал такой же, как они, то меня можно отозвать? Уже нельзя было тут. А вот до тех пор, пока до середины 30-х годов действовала эта система, строго соответствующая программе партии, что основной избирательной единицей, основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика, значит, вы услышали, ага, Попов уже, он выступает там на съездах в Кремле. Уже к нам он уже, он обещал приходить каждый месяц. Но сейчас он, наверное, скажет, что он такие важные дела решает. Что вот приходите, вот что будет к вам приходить, когда там решаются вот такие дела? Ну подумайте сами, я же человек теперь государственный, вот, а вы взяли меня, что вот собрались вот так и говорили, давайте проголосуем, давайте вот вместо, так сказать, Попова вот Диану поселим, и все. Тем более там женщины и так, ну пусть они там тоже повыступают. А то одни, надоело смотреть одни мужские физиономии, ну все это такое. Сами доказывать, что у нас полные равноправия, да право-то равное, а вот вы посмотрите по составу, потому что эта женщина, ей нужно там и с ребенком, и готовить, и стирать, и убирать. А мужчины как бы тоже в этом участвуют. Ну, как показывает, а я читал эти исследования, они почему-то у нас были закрытые. Я ходил в библиотеку нашего университета, и там в списке стояла моя фамилия, и я это все читал и выписывал, какой вот, сколько свободного времени у женщины у нас было в 90-е годы, сколько у мужчин, у женщин на 2 часа меньше. Ну и соответственно, вот кандидатов в наук, женщин примерно, так сказать, такое же соотношение много, а докторов уже очень мало. Очень мало, потому что нужно много времени на это, времени свободного. Так вот, короче говоря, вы эти все вирши, эти разговоры мои слушали-слушали, и приняли дружное, единогласное решение. Все, так сказать, Михаил Васильевичу дать отдохнуть. Пусть идет на свой станок, он у нас токарем работал, пусть токарем работает. Я был токарем-чисовщиком в школе, 3 года по 2 дня работал. Вот и вы мне сказали, вы видите, вот хорошо у тебя получается, так вы сделаете там для магнитофона Астрот подшипнички. А вот товарищ сидит, он смотрит, у него и галстук уже есть, он может прямо в Кремль идти. Вот больше я не вижу кандидатуры, все остальные. Вот вы явно не готовы. Это какой-то вам бандитизм какой-то. А? У вас же тоже. Ну, да у меня-то есть, то есть надо поменять человека, но надо поменять такого, который тоже был такой же. Готов, вот вы прямо готовы. Потому что, может быть, вас там изберут председателем в ЦИК или каким-нибудь заместителем. А вы уже за нас словечко замолвите. И вот, короче говоря, состоялось это избрание. И тут, а он тут вам только что был разговор, что нет, мне некогда приезжать, некогда выезжать. Я в Москве, я туда, я сюда, я в проверку, то есть все, документы, подготовка. Раз. И что плохого? Ну, я же работал. Ну, опять вернулся. И стал такой же хороший, как был. А потому что нехорошее было связано с тем, что я улетел. И что-то у меня в голову и повернулось. Пусть она вернется назад. А вы там пойдете работать. Ну, и в отношении вас тоже тут, блядь, товарищи присматриваются. Вот эти, например, на следующий раз придут двое в галстуках. На случай, что кого-то надо будет посылать. Степан, Степан все равно не будет. Не хочет галстук одевать. Он хочет записывать и хочет писать историю всего этого дела. Ну, и Диана вполне вот хорошая кандидатура в съезд. А может и ВАФСЦИК. Что вы думаете? Она очень образованная, подготавливается. Она, между прочим, юридически подготавливается. А не только. Думаете, она вот просто записывает? Нет, она записывает это само собой. Подготавливаться это само собой. Так что не надо так думать, что у нас люди ничего не могут делать. Тем более, когда посмотришь на этих, которые там сидят. Ну, о чем вообще говорить? Ну, кто там что-то может еще такое сказать умное? Вроде как вот из КПРФ говорят о том, что у них, видите ли, есть коллективные предприятия. И что? Это же коллективная и частная собственность. Ну, где ты? Это же ничего общего с общественной собственностью не имеет. Коллективная и частная собственность. Вот, скажем, колхозы, они только потому были формой общественной, что они действовали с системой МТС по контракту. И все планировалось основное. А вот излишки, пожалуйста, продавайте на рынке. Рынок такой маленький был, вспомогательный. А что касается формы собственности, это была единая, не этого колхоза, а единая форма, кооперативная, колхозная форма, общественная собственность. То есть, общественная собственность в этой форме. Не много маленьких общественных собственностей, а собственность общественная ведь одна. Но в двух формах. Государственной и кооперативно-колхозной. Вот, это самое главное. Ленин считал, что право отзыва важнее, чем право избрания. Ну, избрали это разовое дело. А тут ведь надо отбирать. А одни, например, по своей работе показывают. Трудно, что ли, приехать сейчас. Вот сейчас вот сделают специально для вас, чтобы за два с половиной часа можно было и с Москвы приехать. Сейчас прямо вот все подготавливается для того, чтобы легко было осуществлять демократические свои права. Вот и все, вы приехали, выступили здесь на заводе. Послушайте, что вам сказали. Некоторые вас похвалили, а некоторые вам сказали. А что же вы, Иван Петрович? Что, вот вы же обещали, что вы там встанете и скажете. А вы не встали и не сказали. Вас предупреждаем. Последний раз встречаемся. Если вы сейчас вот и не сделаете это дело, вот у нас сидит с вами товарищ. Только галстук только обязательно не забудьте. И без галстука туда. Ну, как в Москву без галстука? Сразу скажут, это какой-то, черт его знает. Может, и не пропустят. Можно маленький, маленький совсем? Можно. Я правильно понял, что производственные единицы, а не округа, как вы говорите, единицы, а сменил сам товарищ Сталин, получается? Нет, не Сталин отменил. Это было решение Совета. Советских органов. А власть реальная была у него уже? Нет, власть реальная была у тех Советов, которые были от фабрик и заводов. Основания какие-то имели, но никто из них не излагал. Вот так перешли и все товарищи рабочие, видимо, забыли о своей обязанности. Они отвечать должны за свою власть, а не товарищ Сталин. Товарищ Сталин тоже должен отвечать. Но вообще отвечать за власть рабочего класса должен кто? Рабочий класс, который революцию сделал. А что же он не смотрел? Никто вам... Они что, им кто-нибудь слова не давал? Пожалуйста, выступайте. Я хочу сказать, что до этого додумывался тяжело. Это я вот сейчас вот так вам рассказываю. Я вот это понял, когда сидел в Калининграде на международной большой конференции. И выступает там товарищ Ельмеев и объясняет это дело. Я-то впервые так как-то на это обратил. Я вообще не обращал на это внимания. И выборы, и выборы, и советы, и советы, и советы. То слово «советы» ведь, как говорится, вот, оно многозначное. Поэтому как-то вы привыкли к этому. Оказывается, здесь ведь самая соль-то в отзыве. Вот в этом. В отзыве самая соль. А как вы? Вы не можете отозвать, если вы... Как собрать округ? Это невозможно. Вот я уже потом смотрел данные по Нижегородской области до 36-го года. Ну, значительное число было отозвано депутатов. После 36-го никого. Ну, невозможно. Ну, как вы соберете округ? Ну, подумайте сами. Еще партийные органы могут собрать округ. И с полком привлекут, и сделают. Поэтому все висело на партии. А если еще в партию проберутся ревизионисты, как Хрущев, тогда конец. Тогда конец. Вроде как вы с надеждой на Сталина. А если есть Сталин, так сказать, неважно, так собирает или так собирает. Все равно будет правильная линия. Да, будет пока живой. Но уже, если вы возьмете 19-й съезд, уже там выступал на 19-м съезде Хрущев по вопросу об уставе партии. Сталин уже был явно больной. Даже записано это, можно посмотреть, явно больной. Он-то с какой-то общей фразой о демократии сказал. Все. А, значит, это уже контролировали другие люди. И самое то, что интересное, стенограммы этого съезда 19-го нет. Это единственный съезд за всю историю партии, хотя были годы, так сказать, когда у нас подпольно все делалось. И единственный съезд, где нет стенограммы. То есть вы можете не прочитать, не можете прочитать стенограмму выступления на этом самом съезде. А Хрущев делал доклад об уставе партии. Вот и он и сделал. А как только Сталин умер, сразу рассыпали все его те тома, которые были подготовлены к изданию по-быстрому. Сталин выбранный с комментариями у профессора Попова, изданное издательством Питер. Причем комментарии тут очень обширные, пространные. И я взял сегодня работы Сталина. Это лекция его в Свердловском университете, в которых вот как в Красном университете он там все читал. И про этот самый, про выборы через трудовые коллективы там у Сталина прочитать. Он же от этого не отказался нигде. Не сказал, что я теперь это зачеркиваю, а теперь вот я по-другому считаю. Вы это слышали? Я этого не слышал. Более того, я взял вот здесь это все процесировал. Тут всего за две работы. И еще вторая работа есть Сталина. А моя задача была показать актуальность этого дела. Почему это актуально сегодня? И почему это вот нужно? Ну, мы, собственно говоря, с вами в Красном университете и на других занятиях, собственно, этим мы занимаемся. Это, так сказать, никого для нас не является удивительным. А сейчас очень важно, что это вот опубликовано, но не так, что мы собрали деньги и издали. Наоборот, я получил гонорар 20 тысяч и 20 штук мне должны выдать еще. Эти-то я купил. 20 штук мне должны еще выдать. В качестве гонорара в дополнение. А, тираж-то и тысячи. И издательство какое? Питер. Ну, у меня там много было издано в Питере. С Пучковым и с другими товарищами, которые с Тупичка Гоблина. И с Золотовым. О рабочем дне и так далее. Вот, то есть, я хочу сказать, что теоретически товарищ Сталин никогда от этого не отказывался. Вот. И не знаю, чем это объясняется. Как говорится, человек смертен. И людей без ошибок не бывает. Если кто-то знает таких людей, пусть встанет и скажут. Если про себя, давайте, вставайте. Что-то все сидят. Ну, сидеть лучше, наверное, чем вставать, видимо, поэтому. Вот. Так что... Ну, и дальше уже понятно, что такое с советами. Чтобы закончить тему. Сейчас я это завершу. Значит, отмирание социалистической демократии как должно пройти? Вот эта советская власть, она ведь не преобразовывается. Она так может и... Когда колоссы будут полностью уничтожены, она может в таком виде и существовать. Всемирная республика советов, как говорил Ленин. Всемирная. Вот. А вот что касается демократии. Демократия – это же форма государства. Государство там рёт, то есть никого бить не будут. В тюрьму сажать не будут. Штрафовать не будут. Это всё отпадёт. И всё. А сама форма – это остаётся. А вот что такое территориальная округа, вот это непонятно. Они ни в какое время, ни каким органом нормальным быть не могут. Потому что... Вы знаете хоть на своей лестнице, сколько человек, как зовут? Да. Два-три человека. Я познакомился со всеми. Со всеми? Да, здорово. Сами составляют здорово. Значит, вы демократ, а я нет. Семь этажей. Я здороваюсь. Семь этажей. Семь? Девять. И со всеми здоровы. Семь. Семь. Вот кого надо посылать туда. Я должен... Меня рано посылать. А? Меня рано посылать. Рано? Нет. Как раз самое время, когда вы ещё здороваетесь. А потом уже, когда пошлют, вы перестанете здороваться. Потому что что вы важные будете, из Москвы приедете, а кто-то там из соседей ваших, всё это вам с вами. Вот у меня, например, один сосед со мной не здоровался, но когда он увидел, что приезжает чёрная машина и меня, значит, сажают и увозят, он после этого всё время здоровался. Ну вот, собственно, поэтому тут вот последний вопрос, отмирание социалистическое, очень простой. Когда государство отмирает, но советские советы остаются, они не становятся властью государственной, они являются властью общественной, и всё. По коммунистической властью. Тогда всё просто и понятно с ними. Потому что и заводы, и фабрики, какие-то производство материальных благ будет. Почему? Потому что без производства материальных благ, так сказать, человек существовать не может, как, так сказать, животное. Он же животное человек. Трудящиеся, говорящие, разумные, животные. Значит, надо есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. Поэтому это будет всегда, и поэтому тут изменений не будет. Только вид этой пищи, вид крови и так далее будет меняться, а всё остальное остаётся. Вот, собственно, на этом моя лекция и заканчивается. Десять минут мы делаем перерыв, а потом вот у нас могут быть тут ответы на вопросы, высказывания, полемика. Ну и, так сказать, я уже к вашим услугам. Тем более, что я не боюсь, что вы меня отзовёте. Вы же не образуете какое-то предприятие. Нет, и всё. Анархизм или социализм первый? Там, смотрите, какие вопросы. Теолексический метод, материалистическая теория и пролетарский социализм. Ну, всё прямо для Красного университета. А дальше, вот, лекция, читанные в Свердловском университете. Это как бы Красный университет. И там какие лекции? Исторические корни ленинизма. Метод, теория, диктатура пролетариата, крестьянский вопрос, национальный вопрос, стратегия и тактика. Партия, стиль в работе. И всё. А, так сказать, комментарии мои после этих работ, посмотрите, после этих самых работ, ну, достаточно обширные. Не такие, что на одну страничку, а с раскрытием важности для сегодняшнего дня. А это в каком роде лекции он читал? А это в начале советской власти он. Потом он был уже не до лекций. При Ленине ещё? При Ленине. А. Глядел их стало. Я вот даже по себе, поскольку я мало что, я там пишу, читаю, а ещё приходится эти события просматривать, так времени этого не занимает сколько. Вроде это всё надо знать, знать, знать. А от того, что ты сидишь и отражаешь своими глазами, ничего, ты ведь на это ведь не влияешь никак. Да. Абсолютно. Что там происходит? Это ещё и дезинформация, это ума. Да. Да. Вот. Так что вот этот вопрос, который мы сегодня обсуждали, он очень актуальный. Очень актуальный и принципиальный. И простой. Простой по... Для того, чтобы его правильно понимать. Всё-таки не территориальный округ, а как написано. И нигде-нибудь написано там. Это написано у Сталина и в этих работах тоже. Если кто-то думает, что у Сталина нет выступления за производственные единицы, он ошибается. То есть у Сталина нет никакого выступления против производственного принципа образования Совета. Нет. А вот сказывания «за» есть. Тут сначала идёт непосредственно работа Сталина, да? Да, а потом идёт... А потом ваши комментарии. А потом комментарии. Потому что комментарии. Пусть сначала люди прочитают. А чего, только я напишу комментарии, неизвестно к чему. Кто-то хорошую лекцию прочитал профессор Огородников на прошлую, как раз, лекцию? На тему? Национальности, национальности. Да, он это знает. Поэтому нам сначала с цепи работы начать. Ну, он такой специалист тоже, своеобразный. Мы с ним однажды полемизировали по поводу товарного производства, в котором он не разбирается. Непосредственно общественного характера производства. Но он разбирается вот в этих философских вопросах. У нас просто разная дорога. Я-то пришёл из математики через политэкономию в философию. А он только в философии так и сидел всё время. В замкнутом пространстве. За что это? Конечно. Так, значит, вот я думаю, что, во-первых, можно задать вопросы. Во-вторых, каждый, кто, так сказать, хочет тут со мной пополемизировать, может пополемизировать. Это нормально. Пожалуйста. Михаил Васильевич, уважаемый Михаил Васильевич, я давным поклонник Греции и земледельческой философии. А вы были в Афинах. А вы скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о Греции? И в частности, сохранились ли вот те места греческих школ, и вот эти, и платоники, и стоики, и бикурейцы? Этого я, этого, следов этого я там не заметил. Что там, то, что там сохранился вот этот самый выбитый, а? Парфенон. И Парфенон, и все вот эти старые, так сказать, постройки, всё это есть. И даже вот этот самый форум, который выбит в камни. То есть прямо я вот, я там был, стоял, смотрел. Ну, это вот, так сказать, вырубленные сиденья, а внизу такое, как цирк. Вот этот форум там всё есть. Партия, которая тогда существовала, когда я ездил там, она такую занимала боевую революционную позицию. Вот. Нас пригласили вместе с, мы были и с профессором Эльмеевым, и с другими. Вот. А для того, чтобы мы им рассказали о том, какие работы проделаны в Советском Союзе в области развития марксизма-ленинизма. Вот. Всех собрали представителей всех партийных организаций. Вела это дело член Политбюро и генеральный секретарь Олега Папарига. И я высказал такое мнение, что мы бы, это вот, у нас бы два дня не продержались. Это с утра, вечером надо сидеть. Ничего, говорит, у нас это просидят. Вот. И первый день мы им рассказывали про теорию непосредственно общественного характера производства. Еще, еще был с нами этот товарищ завкафедрой политэкономии и еще одного вуза. Вот. Они все это очень внимательно слушали. Вечером мне, правда, Эльмеев говорит, он доктор экономических, доктор философских наук, заслуженных деятелей науки, говорит, слушай, говорит, Миша, чего вот тебя вот слушают, а меня не слушают. Я говорю, так, Василий Яковлевич, вы же это быстро говорите. Это такие вещи непонятные, а вы так говорите быстро. И надо медленно, с толком, с расстановкой. А представьте себе, вот эти переводчики, они с русского на греческий переводят. Это вообще, у вас на русского не понять, когда переведут на греческий. И что вы думаете, способный этот товарищ у нас, Эльмеев был, он, так сказать, старший наш товарищ. Он на следующее утро, опять началось, он с толком, с расстановкой все рассказывал. В конце этого всего нашего мероприятия Олега Папарига, генеральный секретарь, выступает и говорит, вот теперь нам понятно, мы будем поддерживать теорию непосредственно общественного характера, социалистического производства. Это очень важно. Потом какие-то мужики стали генеральными секретарями там, которые в теории не разбираются. И вот пока была эта женщина Папарига, была вполне марксистская партия. На сегодняшний день она, так сказать, стала сходить с этих позиций. Мы выпускали там журнал, он сразу был на греческом, на английском, но уже внутри там можно было и на русском издавать. И была редколлегия, я был членом редколлегии этого журнала. Тюлькин Виктор Аркадьевич был членом редколлегии журнала. Янас, высказывает. Да, вопрос. Какое основание у идеи о результативности? Контроля рабочих за производством и участие в управлении им. Значит, вопрос не о результативности, а о возможности. Я хочу сказать очень резко, что при избрании по территории, когда много тысячи людей надо собирать, для того, чтобы собрать это самое собрание. И никто это снизу собрать не может. Это могут сделать только какие-то лица сверху. Поэтому это не орган воздействия на власть снизу. А что касается предприятий, то и инструкция была такая. Знаете, сколько нужно было присутствовать на этом собрании, чтобы оно считалось законным? Не 80%, не 90%, и даже не 50%, а 28%. Это значит примерно треть. Вот в три смены работает завод. Вот люди или перед работой, или после работы собрались, а не то, что вдруг кто-то из дома будет приходить. Это уже мало шансов, что будет приходить. Это же не какие-то активисты или очень интересующиеся. Это все должны быть. Все. И вот они все могут собраться. А к ним могут еще подойти из других смен пожелания. Кто хочет и сколько хочет. Но сколько много не подойдет. Это было понятно уже. Поэтому и норму такую установили. 28-28% есть. Все это законно. Выборы. И, соответственно, и отзыв. Вот эти же 27-28 активных людей собираются для этого предприятия и принимают решение отозвать его нового имена. Больше не депутат. И все. Бумажку отправили туда. А он уже, будучи делегатом съезда, уже в Центральном исполнительном комитете. Но он второй раз его никто не избирает. Это не двухступенчатая система выборов. Один раз избирают только. Один раз в городские и областные советы. Один. А дальше просто из этих вот депутатов не все едут, а те, кого направят. А направляет в городской совет. Он тоже может взять и направить. Вот вы были, а потом его направили. А потом вас направили. Правильно? Если вы депутаты, вас трое. Или четвертое. Хоть каждый месяц. Это дело кого? Предприятие. Дело предприятия. Это уже не предприятие. Это уже городского совета. Если на съезд советов отправляют с городского совета. Но кого? Депутатов. А дело предприятия он может убрать с любого уровня. Потому что он не будет депутатом и не все. А депутат он? Он депутат городского совета. Когда он попадает на съезд, он депутат городского совета. Но делегат съезда, а не депутат. Делегат. Это совсем другое понятие. Делегат этого делегировали из числа депутатов. Одна единица предприятия. Да. И все. А кто его будет выше отправлять? Выше? Да. Городской? Нет. Городской совет. Городской совет. Вот они собрались все. Все они из предприятий. Откуда вы меня знаете? А я вам скажу. Партия вам поможет. Она расскажет. Вы ей доверяете. Она расскажет. Но вы же проверять будете. Вот вы направите, а он потом ничего не приезжает и не докладывает. Вы его раз и отозвали. И все. Ну собрать городской совет это не проблема. А городской совет ну 20 человек. Ну 30 человек. В чем проблема? Ну собрали. Ну даже 300 если человек. 300 это в школе. Ну 150. Городично можно. Да. Так что это не проблема. То есть это совершенно реальные вещи. А если а там он будет во ЦИКе все равно депутаты это вот предприятие. Конечно. Вот. И вот предприятие если оно отзывает его из депутатов он улетает из ЦИК со съезда Советов ну и соответственно из городского совета тоже. Они тогда другого посылают. Вот вас послали и вы пошли. Все. А тут я ехал обратно в приятие. Да. Обратно. И что плохого? Это же неплохо. Ничего позорного в этом нету. Ну почему? Вот вы уже были а вот он не был. Вот ему интересно. Он тоже побывал. Но если он ему интересно он там шахер-махер чем-то занимается то значит тут товарищи нет рычага не вернуть. Вот прямо данные я смотрел по Нижегородской области там сколько там столько-то депутатов было отозвано. После этого нисколько. А никак. Нет способа отозвать. Ну если вы кого-то убили или зарезали я думаю что можно собрать. Павел Васильевич это уже 4 года всего вроде как. А? Депутатство. 4 года. Я не знаю. Это как установить. Вот когда ваш придет вот придет ваш вот вы сформировали съезд советов съезд советов он все и решается. Высшие органы не ЦИК не Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет он исполняет. А высшие органы это вот съезд советов. Съезд вот тех кто приехал с заводов. Вот они и решают сколько срок. Если скажут следующий год будет следующий год. За ними это все. То есть вот тут это вот это диктатура рабочего класса может быть. Реальная форма ее. Если этого люди не понимают а им нужно просто название ну у нас есть советы каких только советов у нас нет. А что решал съезд советов? А? Все. Все. Начиная от Конституции все законы все. А кто готовил повестку как она формировалась? Партия конечно и решала. А как? Вот партия как раз предлагает вот партия она меняется теорией люди разбираются вот я допустим книгу написал вам да вы почитали что это из-за и он да а это что за чушь собачья а это что такое а это почему и так далее то есть хорошо писать вы написали вам наверное потому что вы же не работали на заводе вы сидели и писали так я тоже если бы не работал на заводе а сидел бы и писал я тоже может быть написал может и не хуже короче говоря это предложение я вношу предложение а вы решаете я то не решаю вот что важно мы вот такую штуку сделали в партии у нас в партии интеллигенты есть очень серьезные. У нас есть доктор экономических наук и доктор философских наук Золотов, он здесь у вас в лекции выступал. Он заведует кафедрой экономической теории Нижегородского государственного университета. Он действительно член Петровской Академии наук, и он является руководителем у себя в Нижнем Новгороде по своим делам, по университетским. Он имеет право голоса у нас в партии, нет. Но если где-то окажется ситуация, там, четыре рабочих и Золотов, они могут дать ему право голосовать. А если рабочих будет два и двое нерабочих, это значит эти два рабочих возьмут одного нерабочего и проголосуют. Вот эту систему мы в рабочей партии на оси наладили, включили в устав, и у нас либо ты, так сказать, интеллигент, то ну ты в той ситуации, когда есть большинство рабочих, может быть, у тебя будет и голос. Но вообще-то смысл-то интеллигента не в том, чтобы руку поднимать. Если ты интеллигент, то напиши книгу, и, так сказать, пусть люди читают. Обязательно руку поднимать. Вот руку должны поднимать те люди, которые, ради которых это пишется. Все, интеллигент должен это понимать. Интеллигент должен это понимать. И наши интеллигенты у нас, вот Юрков, он у нас член комитета и так далее. Но когда собирается собрание, на собрании решается очень жестко. При голосовании большинство рабочих, пришли трое рабочих, ну, кого-то, двое могут интеллигентов дать голосовать. Но это интеллигентам довольно безразлично, потому что, скажем, вот мы можем вместе обсуждать, а голосовать будете только вы. Ну, если я не могу убедить двух рабочих, то я не интеллигент. Я так считаю. Интересные пошли интеллигенты. Они боятся, что если мне нужно именно голосовать, потому что я не могу убедить Лазарева. Но у меня-то задача как раз в том, чтобы научить Лазарева, чтобы он мог это делать. Вот функция моя в этом смысле, это моя обязанность. Как я понимаю, представителей интеллигентов партии. Потому что партия это рабочего класса, а не партия интеллигентов. У нас потом некоторым товарищам это не понравилось, они собрали большую кучу людей, и мы эту кучу людей всех исключили из партии, которые решили устав переделать, чтобы там вот просто голосовало большинство. Ну, так у нас большинства много, может быть. Да. у меня вопрос по большевики и меньшевики. Да. Вы сейчас рассказывали отношение к разъяснению партии тогда на меньшевиков. Да. Ну, а меньшевики, они себя проявили уже на втором съезде. А на самом деле он фактически первый. То есть, первое съезд, вы, наверное, знаете, в Белоруссии собрали, Семенский, там несколько человек, 13 или 18, 9. 9, вот. Видите, есть люди, которые точно знают. 9 человек. Их потом всех арестовали. Кроме одного. Кроме одного. И ничего такого плохого там не написано, чтобы с ними что-то такое плохое сделали. Ну, арестовали, наверное, подержали, выпустили. И все. И на этом. И тогда, значит, вот Ленин-то начинал не с того, что давайте съезд проведем. Во-первых, он начинал с идеи. Ну, или бумаги. То есть, он что стал делать? Он создал тут своего рода Красный университет. То есть, Союз борьбы за освобождение рабочего класса. И преподавал в нем. Раз. Вот. Тут было как раз обучение рабочих. Вот так и мы делаем, как говорится, как они. Так же мы по этой же дороге и идем. Потом он, поскольку потом это пошло дальше книг, уже начались действия на заводах, забастовки и так далее, собрали этот весь союз борьбы за освобождение рабочего класса, разместили в тюрьме, чтобы там проблем им не было с питанием, с крышей над головой. Значит, могу сказать, где находится эта тюрьма. Вы здание ФСБ знаете, да? Вот если спиной к нему встать и смотреть, с правой стороны будет мост, а вот дальше идет вот эта улица широкая, которая идет к Смольному. Не в той части, которая идет к Смольному, а которая идет от Смольного. С правой стороны вы видите там огромный забор метров наверное двадцать. Вот. И там вот там он год просидел в тюрьме. После этого его отправили в ссылку. Что он делал в тюрьме? В тюрьме он писал молоком. А если молоко потом подержать над свечкой, то можно увидеть. Писал. А потом пока он там сидел, за год он придумал чем будет заниматься в ссылке. А ссылка у него была три года. И три года он писал книгу «Развитие капитализма в России». Книга уникальна, потому что Маркс, например, сразу сказал, что я вот буду только вот обтрагироваться от этих всех крестьян и начнем прямо с капитализма. У него с капитализма начинается прямо. А как происходило? Как вы знаете, сначала выгнали крестьяна из Англии, а потом стали заселили овцами. А продовольствие получали из Европы, из других, из территориальной Европы. Ну, а вот Ленин написал книгу про типичный путь к капитализму тех государств и тех стран, которые в Европе были. Вот этот типичный путь там изложен и, соответственно, и классы, деление на классы, их положение, все это расписано. И он и газеты получал так, что там идет туда полтора месяца. Так он никогда не смотрел. Вот пришло полтора месяца, он вот первый день вот тот, который самый ранний читает. На следующий день читает следующий день, чтобы он за всей логикой смотрел, что так развивались события. Ну, ему помогали, его родственники, соответственно, товарищи по партии. Вот он выпустил эту самую книгу. После того, как он приехал, сильно много тут не на путешествовался, потому что здесь вот он приехал в Ульяновку и сразу обнаружилось, что там слежка. Поэтому там вот в этом доме, который у нас, который охраняет по решению Совета Рабочих Фондов, Рабочая Академия, и вот непосредственно отвечает этот товарищ Лазарев, вот там поэтому Ленин бывал, а потом там Путина принимали в Пионеры, а мы никого туда больше не пускаем, и все. И там, так сказать, он наш партийный дом. Ну, у нас есть арендный договор с той компанией, которая раньше владела и хотела сделать там баню. И с баней она прикончила бы этот дом сразу. На субботники пускаем. Да, на субботники пускаем. Кто хочет работать, пожалуйста, поддерживать. Так, ну, еще. Сергей Васильевич, а вот такой вопрос. Центр избирком похвалится, что явка на выборы президента была около 77 процентов. Мне кажется, это за счет новых четырех регионов Крыма, Кечня, Ингушейки, это 100% явка у них там была. А с вашей точки зрения, вот реально, если убрать вот эти регионы, а зачем их убирать? Почему, если убирать надо те регионы, которые являются очень активными, непонятными? А в Питере, например? А? Сколько в Питере, например, явка? Какое это имеет значение? Я вам скажу, по моему мнению, меньше 50 процентов. По моему мнению, это не имеет никакого значения. Больше 50 точно процентов везде набирается. Больше? Да, конечно. Но, какое это имеет значение? Никакого. Потому что, я еще раз говорю, что при выборах по территории кто решает? Кто предлагает кандидатов, тот и решает. Что вы будете решать? Вы же ничего не можете изменить. Вам говорят, мы вот за этих кандидатов. Я могу вам только добавить, что если вы думаете, что там другие кандидаты бились за президентство, глубоко ошибаетесь. Дело в том, что, нет, не просто за место. Дело в том, что по закону о политических партиях, если партия политическая не участвует во всех выборах, в том числе в выборах президента, она... Миронов не участвовала. Что? Справедливая Россия не участвовала. Участвовала? По-моему, нет. Не знаю. Миронов не участвовала. Ну, не знаю. Миронов, может, не участвовал, но вот они, поскольку они там пригреты, а вообще говоря, их могут лишить регистрации, если они не участвовали. Не участвуют во всех выборах. Поэтому, вот у нас есть наши, можно сказать, коллеги, РКРП. Мы с ними были в одной партии, тем более, вот, Золотов, я и Долгов, мы подготовили программу партии, которая у нас по существу почти общая. Они ее немножко попортили, но основа сохранена. Так вот, они... Мы сделали партию, в которой не надо участвовать в выборах, просто она называется общественное объединение, рабочая партия России, и все. Все, у нас права и возможности те же самые, но есть у нас еще и зарегистрированные общественное объединение фонд рабочей академии, вот, для выпуска газеты, пожалуйста, все, мы этим располагаем. А тюлькинцы один раз попробовали поучаствовать в выборах, это колоссальный расход денег, колоссальный расход денег, и все равно ничего не успеешь, потому что те доставляют бумажки на самолетах, буржуазные партии, ну, а в РКРП у них самолетов-то для этого нет, и поэтому они тут проигрывают, и все. И во второй раз их решили регистрации, они все сидят, грустят, как опять сделать какую-то слепить партию. Ну, а мы, например, не грустим, потому что нашу партию нельзя закрыть, потому что она не партия, и вот, и все. А какая разница, как вы называете? Важно, чтобы она была авангардом рабочего класса, так? Ну, все по смыслу, по сущей. Так, еще какие вопросы? А вот большевики, когда участвовали в выборах, большевики в Царской России, они как финансировались? Вот у них просто... Как финансировались? Так и финансировались. Помогали, капиталисты помогали. Например, в 1905 году, в 1905 году, когда было вооруженное восстание в Москве, мебельный один крупный капиталист выделил большую сумму именно большевикам. Швицам. Большевикам. Почему? Потому что большевики на самом деле действуют, а меньшевикам не давал деньги. Вот. После этого, когда большевики и меньшевики соединили, то есть, провели общий съезд, то они как бы соединились. А следующий съезд уже были отдельно. Отдельно меньшевики, отдельно большевики. Так вот, при избрании органов партии, там большинство в этих органах оказались меньшевиков. И когда разделились партии, фактически разделились, то эти денежки забрали меньшевики. А большевики стали писать тогда бумаги, давайте, отдавайте нам наши деньги. Причем Ленин много-много написал этих бумаг, они не отдавали. Тогда обратились к германским социал-демократам, чтобы они приехали и по-честному поделили. Что сделали германские социал-демократы? Они сказали, меньшевики, ну-ка, деньги на стол и увезли эти деньги к Германию. Вот и все. И уже никакими силами оттуда их не удалось вытянуть. Поэтому были сборы на газету. Сборы на газету были, как и сейчас. Вот сейчас, вот там на последней странице написано, куда направлять деньги для тех, кто поддерживает издание этой газеты. Вот и все. Кстати, отсюда можно взять газету, пожалуйста, кто хочет с собой. у меня личность съездов в 20-х годах, съездов партии и советов. Как-то коррелировалось с собой? Нет, это не... Ну, коррелировалось только в одно и то же время не проводится. Съезд партии, съезд советов. А вообще готовили. Ну, готовили, конечно. Вот если это власть, которая является властью рабочего класса, то партия рабочего класса, конечно, должна организовывать выборы. И она организовывала. И я хочу сказать, что вот это вот избрание по трудовым коллективам было отменено в 1936 году. А вот выдвижение выдвижение осталось. Выдвижение оставалось до момента, когда Горбачев, помните, целое там стадо там загнал. Весь народ разогнал. И главное, что вот этих всех разложившихся членов КП и ЦС туда. Например, я вот участвовал в выборах. Я был от нескольких предприятий, от завода «Сигнал», от «Буревестника», НПО. Потом у нас был телевизионный завод в Новосельском острове. и о фабрике, канатной фабрике Нева. А выдвинуть никто не мог выдвинуть. Партия не могла выдвинуть. Ни партия, ни вот эти действующие властные советы не могли. То есть до самого конца, до горбачевских времен выдвигать кандидатов могли только производственные коллективы. А потом, и это когда вот Горбачев это снес, ну тогда уже все в разнос пошла вся система государственная. Так она была испорчена, испорчена, изуродована, а тут она вообще пошла в разнос. Было 33 депутата, а победил Иванов. И так они не появился. Он в Дыляном, помните, решал всякие проблемы в Узбекистане и много там напортачил, и много нарушал законы. Поэтому он здесь нигде не появился и пропал. Скажите, вот Конституцию 36-го года можно установить, кто вот редактировал те параметры, которые определили вот духовную власть значит я этих всех документов не знаю, но Сталина я прочитал всего. От корки до корки, все, что опубликовано. Ничего у Сталина о том, что нужно отказаться от того и сделать другой принцип, я не нашел. Не было такого. То есть сказать, что Сталин на этом настаивал или предлагал, нет этого. Более того, у нас оставалась партийная программа, и она, эта партийная программа не менялась до 22-го съезда. А 22-го съезда уже был в 61-м году. И вот в этой партийной программе записано то, о чем я вот тут говорил на первом часе, что основной избирательной единицы, основной ячейкой государства, там даже слово совета не говорится, должен быть не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика, смысл которого состоит в том, чтобы можно было отозвать, а не просто избрать. Избрать это вот избрали один раз, разовая штука, надо же контролировать свою избранников, а это контролировать невозможно, если это не по заводам и не по фабрикам. А как конституцию 36-го года, что здесь было написано по этому поводу? Конституцию написано было по округам, там в конституциях много не пишется, там пишется... А в округам уже было? Да, уже по территориальным округам. Но, в программе, но, а вот теперь представьте себе члены партии, вот представьте себе члены партии, в том числе и я был в таком же положении. Вот, скажем, в конституции написано одно, а в программе партии другое. До 61-го года. На чем стоять? Вообще, по идее, вот члены партии должны воевать за то, чтобы изменить конституцию. Но что-то они особенно не воевали, потому что вот те люди, которые туда попадали, у нас пропал партмаксимум, а это было очень сильное средство тоже против того, чтобы туда не попадали люди, далекие от тех задач, которые решает советская власть. А я вот разговаривал с пожилыми людьми, мы вместе были в Репино, которые мне рассказывали о ситуации, как вот на железной дороге директор имеет зарплату 1200, член партии, а его заместитель, главный инженер, 800. Вот главный инженер получает 800 и несет домой. А директор получает 1200 и 700 отправляет в партию, но кассу 500 несет домой. И никто не рвался на эти самые посты. То есть борьба с эгоризмом тут вот решалась материалистически. Хотите, так сказать, вкусно кушать, кушайте, но тогда не решайте политические вопросы. Хотите решать политические вопросы, ну, значит, немножко подтяните животы. Хотя это и так не маленькие зарплаты. Зарплаты-то не маленькие были. И вот никакого решения об отмене партмаксимума не было. Могу еще вам сказать, то свидетелем, чего я был, когда собрали, мы ведь продвигали идею Компартии Российской Федерации, исходя из того, что нам на всю территорию Советского Союза никаких сил нет удержать и как-то наладить, хотя бы для России сохранить. избрали членов ЦК. Я был в числе организаторов этого самого съезда, а некоторые товарищи, такие как Золотов, например, Александр Владимирович, наишний главный редактор, он был членом ЦК Компартии РСФСР и Долгов, который главным редактором был, тоже член, а я был просто, так сказать, участником этого дела. И вот представьте себе ситуацию, политбюро еще, центральный комитет избрали, а политбюро еще не избрали. И вот для избрания политбюро надо собирать ЦК и кто-то там, видимо, те, кто это дело и регулирует, это дело тянут. И где-то часа полтора или два было. И сидят вот, собрал, как мы с вами сидим, сидят члены центрального комитета. И все одинаковые. Еще ни политбюро не избрали, ничего нет. Ну, я говорю, вот у нас есть время и возможность, давайте обсудим один вопрос о партмаксимуме и проголосуем. И я организовал голосование, кто за партмаксимум, кто против. И как вы думаете, вот эти вот члены ЦК Компартии РСВСР, как проголосовали? Против того, чтобы вводить партмаксимум. Отсюда вывод, поэтому я не удивляюсь тому, каким является, какой является организация КПРФ. вот она и КПРФ такая есть. Выходит, ликвидация партмаксимума прошла как-то стихийно, тихой сапой. Никто среди партийной массы не возражал против этого? Никто не возражал. Нет, 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 не обсуждение этого, просто оно так растворилось. Был партмаксимум, потом куда-то делся. Вот делся. А есть точная дата? А? Есть более-менее точная дата? Нету. А долго не было. Ну, то есть, вот было это вот, ну, все тоже, все это период строительства социализма было, а потом уже вроде все, мы уже все построили, все, и как бы под это дело начали освобождаться от того, что совершенно необходимо. А вспомните Хрущевское о мелких хищениях. Тащи с завода каждой гости, ведь ты хозяин, а не гость. а мелких хищениях, это же каждый день можно выносить до 50 рублей, и нигтя не привлекает, и пошла растащиловка. А при Сталине было, если... продолжается, да. А тут была большая вот, не согласится с такой позицией, была какая-то идиотская система, что на заводе что-то делается, давайте я заплачу, нет, нельзя, невозможно ничего сделать, то есть... Что давайте я заплачу, я не понимаю, что значит давайте я заплачу, зарплату? Нет, смотрите, на заводе, например, производится, не знаю, детские кровати, давайте я куплю ее. Здравствуйте, детские кровати производят для тех, кто их заказали, а вы их купите, и их не получат детские сады, поэтому совершенно... И я бы на этом месте был, ни за что бы вам не дал, ни за какие деньги. И меня бы выгнали с работы, потому что у нас есть план, задание, и по этому заданию уже известно, потому что заводы делали не на рынок, как вы думали, что у меня деньги плачу, это вы сейчас вот хозяин-барин сейчас, я рынок, деньги плачу, кого вы деньгами тогда удивляли, деньги не такое значение не имели, просто у вас деньги шальные, а вот тут, так сказать, есть план, и по плану надо отправить Степана Степановича, и Степан Степановича будет отправлен. А если сверх этого, тогда, может быть, можно будет этот вопрос решить. Нет, просто когда появилась возможность на предприятии купить его продукцию... Возможности появились тогда, когда разложился социализм, когда основные показатели стали прямо противоположными. вот можете запомнить, какие были, сейчас я назову, и какие стали. В реформах 65-го года были показатели объем, показатели номенклатуры продукции раз, то есть какие продукты, какие потребности удовлетворяют, производительность труда, самое важное, самое главное для победного строя, и себестоимость продукции. Если себестоимость куда идет? С развитием производства. В какую сторону? снижается. Только вниз, только вниз, себестоимость. А цены привязаны к себестоимости, и у нас поэтому было вот до этого момента, до 65-го года, цены снижались, продукты были, какие нужно, не пропадали, вот, и этот вопрос о деньгах не был главным. Теперь, какие показатели были в 65-м году? Первое. Объем реализации, то есть чем больше, дороже вы пропускаете, и то, что вам там захотелось взять, да плевать теперь на ваше эти все настроения, будут производить то, что дает больше денег, а не то, что вам надо. Вам кроватку нужно, а нам это не нужно. Мы будем производить другое. Раз. Объем реализации. Номенклатуры нету продукции, а была номенклатура основная. Теперь, себестоимости нету, а есть прибыль. А прибыль как получить дорогу, надо цены повышать. И повышали их. Так? И третий показатель это рентабельность. Прибыль, деленная на объем основных фондов. Как ее увеличить? Прибыль. Надо ее, между прочим, уменьшать бы, эту рентабельность. Почему? Потому что создаются более мощные производственные фонды и, так сказать, при одной и той же прибыли и такой тенденции нормы прибыли к понижению в капитале Маркса. А тут вдруг прибыль. И все свелось к прибыли. И все продукты стали пропадать. И, значит, электрички пахнут колбасой. Так сказать, все это свозить. Народ не понимает, откуда. У меня, родители мои, подруг приносят серые батоны такие с работы. Мать с пароходства, а отец с завода. Приходит, принесли. Но завод Кировский остановился на три дня и эти снова стали белые булки производить. Но закупка уже иностранного американского зерна началась. А свое гноили, потому что это... Что сделали на целене? На целене там же ничего не было. Вот сразу вы очень много произвели зерна, а где его хранить? Не хранилищ, ничего. Там гнигене идет. И пыльные бури, когда там все это идет. Вот так это все нет, ничего нет. Я вот из Тамбовской области там, я видел это, по Сталинской схеме были сделаны такие четырехугольники. Там все тоже ровное совершенно поле, ровное, ничего там нет. Но были сделаны посадки. И вот поле, все, оно угорожено. А там и грибы, и птицы, и все, что хочешь. И отдохнуть можно в тенечке. И там удерживается это дело. И чернозем не убивает. А там два с половиной метра чернозем. А иначе его весь. Так что это все вот вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство, решили просто экстенсивным образом. Пошлем туда молодежкам, самольцев, и они пауседы туда. Переход Конституции 36-го года к выборам подсветительного круга с выдержанием производства. Да. Можно сказать, что зависит от партийного актива, который в предыдущем съезде. Ну, конечно. Ну, конечно. Конечно. Конечно, это он называется партийная группа. А партийная группа, так сказать, она может рассмотреть и принять решение, одобрить, не одобрить и так далее. Ну, это практика уже. Дело в том, что это вот то, что мы имели, оно как бы предполагалось, что партия все решает. Партия действительно не должна все решать, но она это решать должна с контролем со стороны рабочего класса. Потому что партия не для себя должна решать, а для рабочего класса и всех трудящихся. Партия должна сама сделать этот контроль. Поэтому в программе партии это было и записано. А вот с чем объяснить невыполнение программы, я затрудняюсь. Ну, как вот взять и невыполнять программу? Ну, это серьезный же вопрос. Вопрос о власти. В программе записано однозначно. Леден писал, Сталин не выступал против полей. У Сталина тоже это есть. Вот в этой книжке он об этом тоже пишет прямо о том, что это есть раньше. То есть у Сталина вы не найдете выступления против того, что вы избирали заводские коллективы. Не найдете. То есть как это вот получилось так? Или решили, что уж так мы все партии решаем, дружно и хорошо, и зачем эти дополнительные контроли? И обратите внимание, если был рабочий контроль, потом вдруг просто народный контроль стал. То есть как-то постепенно классовая такая основа, она выветрилась, а уничтожение классов-то не, так сказать, не шло соответствующим образом. то есть вот списки... А интеллигенция, она же советская, ну раз она советская, тогда и Советы не нужны, если советская интеллигенция. В списке руководства там, ну на днишах, тем более на верхних, на верхних партийных организациях, организация 34-36-го годов и стенограмма там съезда, что-то еще, пленумов, ЦК... Вот нет стенограммы 19-го съезда, нету стенограммы, единственный съезд, стенограммы, которого нет, из которого отвечал Хрущев. Он сделал доклад по уставу, Сталин уже был больной, его выступление записано, по его вот, по записи вы можете посмотреть и увидеть, что он очень сильно уже болен, ну он же ничего себе там не определил, ну кровь за демократию что-то говорил и все. Все, человек выработался. Это видно. Вот, но это единственный случай, то есть и в годы реакции, и в годы, когда преследовали большевиков, стенограммы все есть. Вот я прочитал все, кроме стенограммы 19-го съезда. Почему? А ее нету. А потом еще вот 20-й съезд, вопрос о Сталине, был на закрытом заседании, тоже нет стенограммы. Она появилась только при Горбачеве в известях СК КПСС. Ну это вообще, то есть вот стенограмма съезда ее нет. От кого прячем? Ну если партия наша рулевой, так мы хотим, чтобы это рулило все. А как же можно рулить, если нет этого? А в стенограммах 17-го съезда можно найти какие-то выступления, намеки на предложения о реформе? Нет. Это вот было вдруг, вдруг решили, что раз социализм, это все можно такие, такие специально настроенные, настроенные на то, чтобы это не раскачали, не убрали советскую власть, не убрали диктатуру рабочего класса. Вроде все уже теперь само-само собой. Всех врагов мы победили, хотя вот этот настрой всех врагов мы победили, привел к тому, что сейчас вот все перед этими самыми врагами переполнено. А мы говорим, ну хорошо, было там, сколько было миллионов? 18,6 миллионов коммунистов. Хорошо. Ну пусть там есть ревизионисты, есть люди слабые, есть беспринципные. Ну так где миллионы? Мы вот заведем в рабочую партию России. Думаете, так прямо бегут? У нас достаточно. У нас состав есть, вот мы газеты выпускаем, газеты выпускаем на партийные деньги. Вот, так что, так сказать, партия стоит твердо на ногах. Но, вот такой вот большой приток, нет. А все смотрят, и они как в театре. Вот как привыкли смотреть телевизор. Телевизор, давайте смотреть, что там будет в политике, давайте, и слушать в интернете, сейчас можно смотреть. Я и сам иногда себя ловлюсь на том, что я вот столько-солько смотрю, а ты ничего же не сделаешь, ничего не напишешь, только смотри. И получается, мы зрители в этом театре, абсурда. Ну, партии, кто мешает идти? Вот нас никто не преследует. Вот вы сейчас, где вы находитесь? В партийном помещении. Все, мы тут секретничаем? Нет. Мы не секретничаем, ничего нет. У нас общественное объединение. Общественное объединение по закону. Более того, в Конституции есть, так сказать, там какой-нибудь диктатура буржуазии? Нет. Нет? Нет? Есть какой-нибудь запрет на коммунистическую деятельность? Нет. Нету никакого у нас запрета. У нас прекрасная обстановка. Вот в этом и разница, например, с Украиной. Там уже внедрили все, чтобы все коммунистическое было, преследовалось. А здесь-то нас никто не преследует. Вот, пожалуйста, это же напечатано. Пожалуйста, Сталин печатается, да еще с комментариями издательств, Питер, идите, покупайте. Они за деньги еще могут напечатать. Три тысячи экземпляров. А перед этим Ленина напечатали три тысячи экземпляров. А если начнешь смотреть, там литература сейчас продается, марксистской, полно, только отстраненно. Я-то вот здесь специально сделал не отстраненно, то есть вот с моими комментариями, что я не только согласен, еще и, так сказать, развитие пишу. А так, чтобы вот просто для денег, для денег Сталина, сейчас откроет Сталин и будет покупать это, 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 это все угодно. И Ленина тоже. Скажите, такая стенограмма пленумов ЦК до декабря. Пленумов не читал. Я читал всех съездов, Степан Смонтов. Вот съездов всех читал, всех, которые были. Пленумов не читал. Но их можно найти, наверное? Думаю, что это, дело в том, что это не вопрос пленума. Пленум текущие вопросы решают. Ну, на съездах такие принципиальные. Это вопрос выборов, это вопрос власти. Какой пленум может решиться? Никакой. Нет, но интересно, когда было вот, когда было? Вы работали, пришло переходить к отказу от съезда наших советов. Ну, вот посмотрите, вот сколько у нас хороших людей. У нас хороших людей очень много в России. А сколько людей занимается вот тем, чтобы поправить дела политические? В меньшинство. А хорошие люди, они работают, во-первых, честно. Детей воспитывают, они в школах плюются по поводу безобразия, какие есть. Но они плюются. Ну, надо же понимать, что для того, чтобы что-то изменить вообще в обществе, что нужно? Нужна большая политическая партия. Мы не отказываемся от того, чтобы участвовать в выборах. Участвовать в выборах, когда у нас, так сказать, не так много членов партии. Нам иметь надо ячейки на заводах. А на заводах нету ячейок пока. А кто это мешает? Нам кто-нибудь запрещает? Никто не запрещает. Никто не запрещает. Газеты раздаем. Кто-нибудь запрещает? Вот с Плениным, со Сталиным. С шести до семи люди идут к заводам и продают. Вот, товарищ Лазарев ходит регулярно. И другие товарищи. Нам кто-нибудь мешает раздавать? Иногда там ворчат, но мы тогда обращаемся к Росгвардии и Росгвардия этих самых ставит на место тех представителей администрации, которые там неизвестно откуда и поддерживают порядок в черной одежде. Как они называются? Охрана. Кто они такие? Ваше время отвлекают. Отвлекают от раздачи газет. И вообще мы объясняем, что вот ваши границы и все. А это не ваша территория вообще. Хотя и территория завода тоже российская, газета российская, она имеет право распространяться и на территории вашей. Но это будут уже распространять ваши рабочие. Вот мы им отдаем, а они у вас будут распространять. Это вас не касается. Вы займитесь своим производством. Организацией. Организацией производства. Она плохо с производством, а с газетами хорошо. Можете написать нам заметку, мы рассмотрим вопрос, поместим. То есть необыкновенные у нас возможности. Необыкновенные. Вам кто-нибудь мешает вот здесь изучать марксизм и ленизм? Вам кто-нибудь препятствует? Вас, извините, останавливают, спрашивают, преследуют? Нет, не было. Хвоста не было за вами? Из-за чего задержались? Вас куда-то отвели? Я думаю, что снег выпнул как раз в этой пройске. Ну, понятно. Снег, да, то есть специально снег сказали. Дайте это. То есть люди к марксизму как тянутся? Через бурю, через снег, через всякие препятствия. А у тебя такой ужас, 28% достаточно для принятия? 27. 27? Ну, хорошо. Остальные 8, сколько там? Остальные имеют право. Это их дело уже. Нет, ну вот решение приняли. Остальные должны быть как-то солидарны, же все равно. Не должны они ничего. А конфликт не получится? Ну, у меня есть право. Я могу прийти на это собрание избирательное. Всем сообщили. Да вот товарищи, вот все сейчас вам сообщили. Будет избирательный на заводе. всем громкоговоритель такого числа. Приходите, голосуйте. Кто пришел, тот и решает. Ну, если вы не пришли, ну, это не хотите решать. Ну, вам это не надо, так и не спрашивайте ничего. А завтра другие 27 придут с процентов? Завтра не придут. Уже закончилось это собрание. Ну, на другое собрание. А вот на следующем году будет не 27, а вот собирайте там 50, 60. Вы хотите закрепить, так вот бегайте по цехам и агитируйте, чтобы пришли на собрание. А кто хотите? Вы хотите, чтобы партия бегала? Нет, партия говорит, вы вот у нас власть рабочий, давайте сами бегайте. А рабочий говорит, зачем нам бегать, у нас есть партия для беготни. то есть это раз в год решается все закреплено такое-то ну, если нет, нет, а не раз в год, это реже бывает, если выборы, если идут съезды советов, на съезд советов, на советы, да, раз в полнер, раз в пять лет, то есть это серьезное мероприятие, можно и прийти. Каждый год. Но вы понимаете, что люди, которые на предприятии знают друг друга хорошо, по крайней мере, многих знают. А если, а вы многих знаете по своей лестнице? Я здороваюсь с некоторыми, но с меньшинством. И кто они такие-то, не знаю. В ответ не здороваюсь. А? В ответ не здороваюсь. Ну, вот один товарищ, когда увидел, что меня черная машина увозит, он стал со мной здороваться. Это у этого самого, наверное, наш товарищей. Меня подвозили на занятия. А, Михаил Васильевич, в этом плане, вот какая-то статистика есть сейчас, сейчас по количеству, допустим, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, количество рабочих сейчас, и количество рабочих, допустим, они ничего не дают. Никакой статистики такой нет. Раньше было очень просто. Я вот как? Я вот как? А? Не знаю. Я еще раз говорю, никакой статистики не дают. Невозможно это узнать. Вот если может еще Виктор Иванович Галко, если вот он будет, он может быть какие-то знают дополнительные там. Раньше было очень просто. Каждый год сначала выходил вот так вот, вот такой толщины сборничек в январе, о итоге года. И там все данные были. А потом народное хозяйство СССР, в таком-то году. Еще через два или три месяца. И я вот каждый год их, ну как я был на кафедре политэкономии, я их все, соответственно, читал, и все разбирал, и все данные. Вот вы бы меня спросили, я бы вам все сразу эти выдал. Все это все уничтожили. Этого ничего нет. То есть, вот мы как представители вроде интеллигенции должны бы это знать. А что? Как? Откуда я это узнаю? Мне никто не собирается это информировать об этом. Может мне показалось, что это крайне важно? Если рабочая партия, то она должна понимать, потому что мы... Она должна, она должна, но никто ей не обязан это... А ей никто не обязан это делать. Она же сама самостоятельно может... Самостоятельно она не может это сделать. Как? Абсолютно это невозможно. У нас таких... Какая статистика по всей России? Нет, зачем? В Питере. А где? И в Питере, и в Питере... В Питере можно просто плюс-минус какую-то аналитику посчитать. Сколько примерно трех, которые что-то делают. Все равно. У нас даже... У нас для этого надо вообще знать всю картину всех заводов. А это тоже без... Это без... Ну а как? Нет. Это не видимо. Даже не знаю, что... Вот товарищ, вот он на заводе работает, он... Ну это ведь никак не... Он на своем заводе, может вам сказать. Товарищ Вячеславов, мы можем командировать как бы разведу данных. Да куда мы его командируем? Это мы можем узнать у товарищей, если и будет контакт. Будет контакт, будут на предприятиях члены партии, вот тогда будет контакт. А когда мы просто приходим, даем газету, вот и весь контакт. Тогда они от нас что-то получают, а мы от них, в общем, еще не получаем. Кроме спасибо. Спасибо получаем. Относятся хорошо, берут с удовольствием, просят еще, и некоторые берут для цеха и так далее. Обратной связи пока такой нет. А надо, чтобы были ячейки на заводах. Партия, это ведь она же не просто что-то. Эта партия должна быть тоже организована на заводских предприятиях. А если она не на заводских предприятиях, а входит к заводам, это еще она в становлении в этом смысле. Да? А мы в прихождении. Вот, наше занятие в прихождении. Спасибо вам за участие всех. И я думаю, что то, что мы не сделали, а вы меня спрашиваете, как участника этого процесса, я думаю, что вы сделаете больше и лучше. Правильно? И в этом смысл нашего, наверное, и занятия, потому что эти занятия делаются не для того, чтобы только так знать, но и участвовать. Продолжение следует...